Более трети россиян заявили, что живут в режиме постоянной экономии денег. По данным опроса, проведенного Банком Открытия, большинство, точнее 56%, экономят все же только в случае возникновения у них финансовых проблем. Еще 37% респондентов экономят постоянно и сознательно, так как чаще всего их этому научили родители. Ни в чем себе не отказывают лишь 7% россиян. Еще 20% опрошенных заявили, что раньше не экономили, но пандемия вынудила ограничить расходы. При этом большинство не готовы экономить ни при каких условиях на еде, детях и лекарствах, тогда как 2% респондентов заявили, что готовы экономить на всем. Справились на отлично. В региональном Минобре рассказали о первых стабальниках на ЕГЭ. 24 выпускника в Пермском крае набрали высший балл на экзаменах по литературе, географии и химии. Всего же количество тех, кто набрал высокие баллы, больше 81. По этим предметам составляет 439 человек. Среди первых 100 бальников в том числе выпускники из Березняков и Соликамска. При этом особенно приятно, что средний балл ЕГЭ по географии и химии в Прикаме выше, чем предварительные баллы по этим предметам в России. По географии на 9 баллов, а по химии почти на 5. Что касается среднего результата по литературе, то он на всероссийском уровне 66 баллов. И очередной повод для гордости. Березняковец Семен Безбок стал победителем всероссийских соревнований по легкой атлетике. Кубок заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой. Всероссийские соревнования проходили в Перми. Более 800 спортсменов из разных городов страны приехали побороться за звание лучших легкоатлетов. Наш земляк одержал победу на двух дистанциях 400 плюс 800 метров и стал победителем своей возрастной категории 2008-2009 годов рождения. От душе поздравляем спортсмена и его тренера.